У поведения при больших значениях времени решений параболических уровней базы. Многие функционные модели, которые сейчас стали популярны, многие из них стали ненедейные. Где вообще говоря, о какой-то стабилизации говорить. Они как бы локально с замороженным коэффициентом параболические, а вообще коэффициенты это зависит от решения, даже от интеграммов решения, от полной биомассы, которая есть. Вот как бы в этом металлогическом лекции, вот к этим уравнениям, да, подтянуться немножко и к анализу тех моделей, которые сейчас популярны, вот в этой науке, как это может быть сделано из молодежи и подзаводится. Мой доклад будет посвящен как бы такому шагу изучения нелинейных задач. Он называется «Нелокальное поведение решений». Эта тематика имеет довольно большие исторические корни. Об этом тоже будет идти речь. Рассматривается параболическая задача Каши. Дельта у минус у по т. Дальше по праву. У это вещественная функция, зависящая от двух переменных. От н плюс одной переменной. Х это Н мерная точка. И в ледовом пространстве размерности Н от Т это больше нуля. На полупрямой Т больше нуля. Задача, то есть уравнение теплопроводности. Ну что может быть более классическое? Классик. И у при Т равном нулю, у при Х 0 это Фиадекс. Не, не при Х 0, при Т равном нулю. Нет, и С даже равном нулю. Простейшая задача. Вот когда существует предел этого решения, это не локальная задача, если мы интересуемся вопросом существования предела. При Т стремящемся к исконечнику. Вот когда существует пределы решения. Эта работа была начата еще Андреем Николаевичем Тихоновым очень давно, в 1935 году. Там задача не задача Каши, а первая краевая задача в цилиндре, в вертикальном цилиндре с конечным основанием. В основании находится какая-то область Ку-0, а Т, оно идет вдоль направляющего этого цилиндра, на боковой поверхности 0. А Т, это новость. И начальная функция Фиадекс. Оказывается, решение первой краевой задачи в этом случае стабилизируется к решению гармонической функции. А Т, это новость. Правильно? Которая на боковой поверхности понимает нулевое значение. Вот так вот. Это классик. Это классик. Потом вот с Юрием Александровичем уже в 17-16, в 14-13 году этого столетия мы это перенесли на гораздо более общий случай для недивергентного параболического уравнения. А, это у нас было. Трудом на сроке. Это я потом расскажу. В виде мнения все-все-все. Так что мы находимся в струе, так сказать, тех основных постановок, которые были, но теперь уже результаты значительно более глубокие. И так, вот такая задача была инициирована Тихоновым. Так, дальше прошло какое-то время, войны. Потом уже Фридман, известный американский ученый. Фридман, Аблер Фридман, автор знаменитой книги про политического типа, вы все знаете эту книгу. Она классика и является учебником практически для всех, кто занимается. Ну, конечно же, и Лодыжинская, Уральцева, Солонникова. Какие обзорные статьи? Конечно, обзорные статьи есть. Можете записывать. Я не буду писать на доске. Я устно буду читать его. Михаил, а, задождите. Там присутствует, просто мне даже записать нечем. Вы можете потом презентацию писать? Там есть у вас. Вы тут вот писали? Нет, презентацию. А, пожалуйста, есть лицо. А листалка тут какая? Вот там, ключик. А, вот. Так, ну, где будет изучаться задача Кошель на дивергентных, инергентных параболических равнений второго порядка с младшими членами? Ну, здесь вот именно про младшие члены главная песня. А я вам хочу начало этого изложить. Или первая краевая задача. Задача Дерехвлета, параболического равнения без младших членов. Значит, будет изучаться влияние младших членов на свойства стабилизации. Стабилизация – это существование предела при большом времени от решения, соответствующей задачи Кошель или смешанной задачи. Предельная функция, вот для параболического равнения простейшего, без коэффициентов, предельная функция А от Х, она всегда гармоническая. Но если начальная функция, допустим, ограниченная, то ограниченная предельная функция гармоническая, она в силу теоремы Лью-Виллия – константы. Ну, все знают теоремы Лью-Виллия, тогда константы. Значит, не ограничивая, можно ли эту констанцию считать нулем. И таким образом идет речь о стабилизации к нулю. Для простейшего случая, когда нет коэффициентов. А когда есть коэффициенты, там, конечно же, получается предельное стационарное уравнение. Ну, какое у нас там есть? Ну, какое оно может быть, например, предельное уравнение? Ну, вот так таким. Вот Юрий Александрович ушел. Вот если она становится стационарными коэффициентами уже, не зависящими от Т. Разные виды таких уравнений получаются. И это отдельная теория должна быть. Особенно это важно для тех случаев, когда решение является неограниченным. Потому что тогда заведомо теоремы Лью-Виллия несправедливы. И предельное уравнение уже будет для таких более сложных видов решения. Вот так. Ну, вот результаты Тихонова, Андрея Николаевича, они, я говорю, были первоначально получены еще, боже мой, это когда, давно, в 1935-м. А потом в 1938-м году. Потом прошли два десятилетия. Почти что два десятилетия. Польский математик такой, Мирослав Кизанский. Я могу все-таки кое-что писать, потому что по-русски это звучит как-то просто. В польске довольно сложная такая фамилия. Почти как Кржижановский. Такая фамилия, она пишется. Кр-зи-зан-си. Кржижанский. Мирослав Кржижанский. Польский математик из Кракова. Он современник еще тех лет, которые были до Второй мировой войны. Он с Юлиусом Шаудером доказывал теоремы. Известные теоремы Кржижанского Шаудера. А приорные оценки, которые очень важны. А потом уже после войны он занялся вот этими вопросами стабилизации. Вот что он интересное первое сделал. Ну что такое стабилизация? То есть стабилизация это существование предельного значения. В разных смыслах, которые может быть пониматься. Т стремится к плюс бесконечности. У от xt. Если это ограниченная функция, мы можем всегда нулем считать. Я объяснил почему. Так? Ну а если функция неограниченная, то тут вообще, говорят, какая-то другая функция будет. Ну вот для задачи Каши, вот той, которую я написал. Еще раз я напишу. Δу минус Упт равно нулю. У при Т равно нулю. Равно φ от х. Фи ограниченная функция. Вот он построил пример ограниченной функции без L-бесконечности Рен. Для которой предел решения задачи Каши с такой ограниченной функцией начальной не существует. Как вы знаете, ограниченные функции это класс единственности задачи Каши. Сама начальная функция и само решение, если они ограничены, то это принадлежит классу единственности. Соответствующие задачи Каши. Нужно для таких задач, для параболических или диоретических, накладывать ограничение роста на бесконечности. Иначе ничего не получится. Ну, например, ограниченные функции. Понятно, да? Следующий шаг. Это, например, функция степельного роста. Сами начальные функции степельного роста. И решение в любой полосе Т от нуля до Т большого тоже, и при любом х Рен тоже из этого же множества. Какие классы функций можно сразу же привести? Степельные классы функций, и экспоненциальные, и самый широкий Тихоновский класс. Андрея Николаевича Тихонова. Что такое Тихоновский класс? Это вот что. Для любого ε больше нуля существует c от ε. c от ε положительное. Такое, что для всех х из Рен справедливого неравенства. И для всех Т, у от xt по модулю меньше c1 на ε ε ε². Вот так вот. Вот этот класс Тихонов. Это класс единственности. В любой полосе от нуля до Т. Т зависит тоже от ε. Вот там Т нужно или нет? А? Что-то я не перестал понимать. Т там точно нужно? Где? Вот этот класс же функций от х. Да, тут Т как тут нужно. О чем речь надо? О сравнении полосы. Идет речь, а что это? О сравнении полосы. Полоса от нуля до... Определяется все-таки класс функций. Какие функции? От х, правильно? Да. И от х, и от Т. А, от х, и от Т. От х, и от Т, да. От х, и от х. Нет, ну все правильно. Это обычная вещь. Вот это называют классом Тиканова, да? Да, да, да. Да, конечно. Вот с пандартой, да. ε от х. Т писать там не стоит. Нет, в начале... А, ε. В классе... В классе... Это класс, который допускает растущие начальные функции в другой полосе. И, кроме того, решение тоже может расти не более чем с квадратом, с квадратом, показательные экспоненты. Модуль х в квадрате. И двойка точная. Это тоже Тихонов, как сказал Андрей Николаевич. То есть, если вместо двойки взять 1 плюс ε, то тогда уже, ну можно взять нулевую начальную функцию, а решение будет все равно. Где двойка? Нет, без нулевую. Какой двойка? Так, вот. А в этой двойке? Нет, в этой двойке 2. Двойка, это точно. 2 плюс Δ не пойдет. А меньше пойдет. 2 минус Δ пойдет. Не, ну вот в учебниках стандартных, все-таки, вот в самых стандартных учебниках, в том же Тихонове-Самарском, там не очень много на эту теорию написано. Только для ограниченной функции и все. Ну, более широких надо. Интересно, здесь идет о теореме Тихонова, которая видимо формулирует так, что если в начале мы такую функцию взяли, то она в этой полосе останется. Да, совершенно верно. Вот, вот, совершенно верно. В некоторой полосе она не всюду будет. Не вообще. В полосе по какой примене? По Т. По Т. В некоторой полосе она. То есть от этой, от полосы зависит константа. Да, да, да. Совершенно верно. Это начальные сведения, дорогие друзья, они просто в первых параграфах у учебника... Учебника. Внутри лица. Да, слушайте. А может, какого? Ничего. Нет, 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 нет. Ну, давайте я на какой-то... Еще один пушистый сайт. Что там зайдем, мать и как? Это в начальных параграфах... И еще раз. Фридмана. Это в начальных параграфах Фридмана. Или в начальных параграфах... Вот еще чем я очень советую всем пользоваться, особенно молодежи, которые, я надеюсь, здесь присутствуют. Пользоваться, конечно, обзорной статьей, я видел, Калашников, Оленев, 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 Оленев. Уравнение параболического типа второго порядка. Успехи математических наук. Вот это можно записать. Это очень хорошая вещь. Ума-Н. Том 17 номер 2. За 1962 год. Вот так. Успехи математических наук. Обзорная статья. Она большая. Она больше 100 страниц. А вот Фридман это было уже после этой обзорной статьи. Так что эти две главные книги. Это главная. Библиотека главных сведений. А Теклин когда возник? Теклин. Теклин это еще. Он все одновременно с Тихолевым. Вот Юрий Александрович много знает. Поэтому придется помедленнее. Это достаточные условия. Условия Тихонова. Есть необходимые достаточные условия. Это условия Теклин, да. Это... А что вы уходите? Я же вам много нового расскажу. А я не ухожу. А? Я не ухожу. Не ухожу. Так. Значит, Теклин нашел необходимые достаточные условия. Нам показали экспоненты. Я сказал, что двойка нельзя увеличивать. Уже 2 плюс День это так. Уменьшить можно. А на сколько это двойка существенная? А вот нашел все классные показатели, экспоненты, для которых имеют близкие единственности. Это теорема Теклинда. Того же самого почти года, Юра, как и Тихонов. Тихонов 1935-й, а Теклинд 1937-й, 1938-й год. Ну, я не знал. Да, это почти одновременно. И одновременно вместе с ним эти результаты получил промынский математик Николеский. Ирон Николесов. Он потом стал президентом Академии наук в войне. Да. Можно еще раз по начальному слову? А? По начальному слову, еще раз можете? По начальному слову. Ты начальному слову. Решение. Оно зависит от n плюс одной переменной. n штук x. Точка пространственная. А t это время. И при t равном нулю ставится начальное условие. u от x ну равно phi от x. Где phi от x известная функция. Которая принадлежит классу единственности. Класс единственности какой? Он перечит простейший класс единственности. Ограниченный. Степельной. Экспоненциальный. Я не уточняю сейчас. Я могу перейти к деталям. Но вы меня потом будете по этим деталям различать. А я буду дальше. Я до стабилизации никак не найду. А потом Тихоновский конец. А потом Тихоновский конец. А потом Тихоновский конец. Текминда. Все. Точка. После Текминда можно поставить точку теорема к единице. Вот так. Тихоновский конец. Аустой заменил. А там где интеграл отпишется? И интеграл от dx поделить на h в степени x. Такой интеграл расходится. h. h это как раз весь этот экспонент. Да? Я не знаю там все. Нет, просто для людей, чтобы они напишут. Есть классы инспекции. А теперь... Классы, которые сохраняются... Единственность. Единственность, да. Классы, в которых в любоуравнении существует единственность. И причем функция из этого класса в дальнейшем может выницировать только функцию из этого класса. Да, конечно. В любой полосе. В любой полосе. Видимо, ширина полосы будет зависеть от времени, но... Это функция класса Текминда. Все. Добыть эту статью к созданию очень трудно. Она у меня есть. В общем, ее из Израиля прислали друзья. Сын Эльмана. Юлия Кентельмана прислали. Она опубликована в редком шведском журнале. Я пытался даже у... Ну, неважно. У неизвестных математиков забыть, я бы что-то не удалось. Они в своей молодости все эти пожилые академики читали, и потом сказали, нет, у меня все равно нет. Где Юлия? Бух Юлия. Ну, пришлось через связи. Надо добавить, так сказать, да. Но это... Это жизнь. Так, ну ладно. Я про единственность немножко рассказал. Это все равно еще задача Каши. Простая вроде задача, но тут очень много идеологических начал. Без них не важно. Так. Так вот, что такое? Шижанский. Шижанский это что такое? Существует U0 начальная функция из L-бесконечность, VN, для которой не существует предел U от XT. Во-первых, хочу сказать... То есть... То есть... То есть... Это решение не стабилизируется. Так. Вот тут первый такой пример построил. Сложный? Так. А? Сложный пример. Сложный пример. Сложный пример. Сложный пример. Сильно возрастающие две последовательности. Из них строится последовательность интервалов. И мигающую функцию в этих интервалах. 1,0, 1,0 помещается. В итоге... То есть стабилизация. Да. Есть стабилизация, да. Но это сложно. Все гораздо... Стабилизация, да. Сейчас я вам это расскажу. Юрий Николаевич Дрожжинов такой есть. Ученый. Миан. 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 В отделе... Михаила Бунгарова. Я не знаю сейчас. Нет. Сейчас... Сейчас он в отделе Воловича работает. У Воловича работает. Юрий Николаевич. Он все это упростил довольно сильно. И вот он написал такую функцию. Ю. Ю. Н. Дрожжинов. Я эту фамилию напишу, потому что... Юрий Николаевич. Юрий Николаевич. Да. Юрий Николаевич. Дрожжинов. Ученик Владимиров. Он ввел такую функцию. Ю. Синус. Логарифт модуль r. При r больше равно единице. И ноль при r меньше равно единице. Вот такую функцию. Вот она как-то... У нее амплитуда такая. С большими... С удлиняющимися и удлиняющимися волнами. Но амплитуда небольшая. Понятно? Ю. Такие океанские волны идут. Ю. Синус логарифт. Синус логарифт. Синус логарифт р, да. Ю. Я тебя правильно пишу его. Ю. Синус логарифт... Ю. Для простейшего случая, для n равно 2. Ю. Синус логарифт да... Ну тут хорошо, поставлю константу какую-то цель, но она на самом деле не нужна. Вот он взял такую функцию и доказал, что решение задачи Каше в двумярном футе, оно не имеет предела. Все. Это гораздо легче обозреться примеру женского. Поверьте, что это да. А можно здесь логарифм на корень заменить? На корень? Нет, ну такое R это корень, это елкледовое расстояние на космосе. Логарифм на корень можно заменить? Эта функция также растет в бесконечности, а производная ее козлюет. Нет, 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 корень не пойдет. Не пойдет, да. Не пойдет. Тут все синус, логарифм B. Стой, ну где-то это все записано, надо мне посмотреть. А там нет, у нас ослаблено. У меня задача Каше в двумярном футе с такой начальной функцией. Каше в двумярном футе с такой начальной функцией, оно себе ведет, посмотрите, как оно себя ведет. Алексей, оно вот как себя, у от 0, 0, t, у нас точка двумярная, пространственная переменная 2, у 0, у от 0, 0, t, оно равно, а, t. В одной точке, в этой точке не будет предела. А в другой тоже можно, Юра, не в этом принципиально. Логарифм, корень из 2 умножить на t плюс φ от t, вот так себя ведет, где А от t. Это не так все просто, дорогой мой друг. Гамма 1 и пополам, вот, гамма-функция, а φ от t, она сходится к φ0, которая принадлежит от 0 до 2π. Вот это примерно черные функции, ограниченные, замечательные функции, для которых решение не имеет предела. Вот он, для ваших, да, я как всегда видел эту функцию. Это все гораздо проще, чем... Это Юрий Николаевич. Да, его снасть. Так, ну все, это самый первый шаг был сделан. Шаг был сделан в середине 50-х... Нет, Рижанская, это начало 50-х годов. Польская математика, сейчас Эднолс. Аналия, полонницы, математики. Ну... Так, хорошо. Так, 1957 год, том 3, номер 21. Страница 288-290. Ну, у него пример очень сложный. А у Дрожженова это на одной странице? Нет, Дрожженов... Ну, на двух, на двух. Нет, Дрожженов... Нет, нет, у него много других результатов, Юрий Николаевич. Пример, он совершен совершенствовавший меры 12. Так, я хочу сдвинуться по стабилизации что-то. Так. Если бы однажды... У меня, в общем, план какой? Я что-то вам расскажу достаточно внятно, особенно молодым людям, что касается начального периода становления теории стабилизации, то есть для уравнения теплопроводности и других простейших уравнений. Дрожженов... Как что? Можешь рассказать или нет? А? А потом уже перед младшим коэффициентом свои результаты расскажу. Можешь рассказать? Расскажу в конце. Давай. Классику тоже выстроить. Ну, сейчас это не надо. Давай. Юра, это потом. Мы с Юрой изучали. Давайте я два слова скажу, чтобы было понятно, о чем он говорит. Большинство задач по стабилизации, когда они начинались, они делались, как вы сами понимаете, в конечном по иксам цилиндре. Прямом цилиндре, как у Типа. Потом этот цилиндр заменили основание на неограниченное какое-то множество, полупространство, угол какой-то. И всякие задачи, там, первая кривоздача, вторая кривоздача и так далее. Для стандартных областей это более-менее все понятно. И асимптотика, и все получено. Так? Но то, что мы с ним сделали, вот ему очень хочется об этом... Нет. Как влияет величина области на... Да. Может ли область... Не область. Вот, хорошо. Он меня просто вынуждает. Я не буду... Он не мешает. Ты же сказал, лекция. Ужок есть время, когда он расскажет. Но это связано. Когда... Можно ли ожидать, что для любой ограниченной начальной функции решение будет стабилизироваться, даже для теплопроводности. В зависимости от величины области. Вот, если область какая убрать, чтобы она область заставляла решение стабилизировать к нулю. Может такое быть? Может. Это мы нашли... Нет. Это парадикт. Сам, куда мы нашли? Это парадикт. Решение будет стабилизироваться в зависимости от области. Если емкость дополнения этой области... Равно исконечность. Точка. Все. Все. Это мы сформулировали. Причем этот результат получили с довольно общей параболитской парадиктой. Все. Давай об этом. Все. Давай забыли. Налог того, что дополнит эту область внешностью, как термостат. Совсем верно. Большой холодильник. Вот. Большой холодильник. Он вытянет. Все решение. Все. Причем это необходимо достаточно услышать. Это замечательная, между прочим, вещь. Все же говорят, что вакуум, он... Слышали о таком выражении, что даже вакуум, он имеет бесконечную энергию. Я, может быть, сейчас... Для физиков... Не знаю. Понятно. Не будем об этом говорить. Но это чисто такие очень важные вещи. Ждет ли нас всю Вселенную тепловая смерть и прекращение всякого движения. Или на самом деле все не так плохо. Хотя все не так плохо. Потому что вакуум, он не пустой. В нем есть энергия какая-то. Очень большая. Я скажу вам по секрету. Все будет хорошо. Так. Ладно. Я на эту тему пока... Ну, ладно. Красиво начало. Так. Теперь я дальше иду. Результат какой я буду рассказывать? Сейчас я продолжаю рассказывать. Результат Кжижанского, а также... Да. Вирослав Кжижанский. Поляк? Ну, конечно. Вирослав Краков. Вирослав. Мирослав. Не мешай. Не, я хочу понять. Вирослав. Мирослав. Мирослав. рн, интеграл по модуль х меньше равен r, у ноль от y до y, вот этот предел равен а от x, то тогда и решение будет стремиться к а от x. Причём а от x гармоническая функция. Но этот факт, правда, я доказал, что вот предел... Да, это же кандидатская ситуация. Да, что предел шаровую среднюю и предел шаровых средних рисов, он всегда гармоничен. И он же является достаточным условием для стабилизации. Вот, начальная функция, вот мы берём точку, вокруг этой точки интегрируем эту начальную функцию и делим на меру шара, центром этой точки. И после этого мы стремляем это к бесконечности. И если предел существует, то решение с такой начальной функцией тоже стабилизируется к тому же пределу. Этот результат получил Хажиганский. Потом его получал и Эдельман, и Ревников. Но только как достаточное условие. Слышите? Только достаточное условие. Причём достаточное условие, оно годится для всех классов функций. Это верно, если начальная функция ограниченная, степенная, экспоненциальная или Тихоновская. Это в любом классе. Это верно достаточное условие стабилизации функции к пределу ААТЭКС. Возник вопрос обратный. А когда же это верно обратное? То есть если решение стабилизируется в КААТЭКС при тесте мягкости бесконечности, то шаровые среди тоже имеют такой же предел. Вот это большая и трудная теорема. Это Таубарова теорема Винера. Вы должны знать, что есть такие Таубаровые теоремы, которые являются обратной к Абелевым теоремам. Абелевая теорема – это звучит так, что если подинтегральная функция имеет предел, или какое-то среднее подинтегральная функция имеет предел, то и само это интегральное преобразование – не обязательно решение подачи Каши – имеет тот же предел. Эти теоремы называются теоремами типа Абеля. Абелевая теорема. А обратная теорема, то есть когда есть предел какого-то интегрального преобразования, например, интеграл Акроссона, или преобразования Абеля, или еще какого-то преобразования, Лапласа там, да? Будет ли решение тогда подинтегральная функция тоже имеет этот предел? Это очень сложный вопрос. Он называется Таубарова. Обратная теорема Кабелева называется Таубарова. Таубарова теорема – самая знаменитая из них теорема Винера, Норберта Винера. Она звучит так, что если преобразование… Можно я устно буду говорить? Потому что мне еще такие… Кто знает теорию функции – хорошо. Да. Кстати, это золотая жемчужина, бриллиантовая жемчужина всей материнской теоремы Винера. Звучит так, что если преобразование Фурье ядра К1 не равно нулю, не имеет вещественных нулей, вот. Тогда, если существует предел решения, предел среднего соединка, то тогда и сама эта функция имеет предел. Понимаете? И главное условие – это неравенство нулю при образовании в Винере ядра. Ну, с этим можно совсем ознакомиться. Это довольно большая такая теория, очень богатая. Я рекомендую книгу «Хардия. Расходящиеся ряды». Там огромное количество разных средних методов суммирования. Методы суммирования самые разные. Как вы сами знаете, метод Чезара, Метод Абеля, Метод Пуассона Абеля. Ну, их вообще даже десятки разных методов. Вы можете сами свой собственный метод придумать и применить для конкретных задачек. Это такое довольно популярное дело. И доказать треверную Абелевую теорему. А вот Тауборову теорему, вот если она применится, теорема Винера, тогда все хорошо. А если не применится, тогда это целая проблема, как найти обратный теорем. Так вот, Жижанский первый шаг в этом направлении сделал. А для необходимости в другую сторону сделал шаг Эдельман Александр Давидович. Это воронежский математик, но на самом деле математик из Черновцов. Он уже оттуда был. Он, кстати, в годы войны воевал и был майором советской армии. Товарищ Сагалденович, артиллеристом был. Такой заслуженный человек. Он работал профессором в Закарпатье в городе. А потом уехал в Воронеже. А из Воронежа уехал в Киев, а из Киева... Так... Боюсь я сказать, что он был или в Киеве, или... Нет, в Израиле нет. Потому что он все-таки в Киеве долгое время жил. Ну он там был. А его сын учился и работал в Воронеже. Юлик Эдельман. А сейчас он был в Тель-Авиве. В Тель-Авиве коммунистике работает. Ну они хорошие математики, очень достойные люди. Ну вот они сделали обратный шаг. Доказали обратную теорему. Какую теорему? Что если решение для ограниченной начальной функции имеет предел при Т стремящемся к бесконечности с ограниченной начальной функцией. Слышите? Это простейший класс единственности. Тогда и начальная функция имеет предел шарового усилия. Это результаты Эдельмана и Репникова. Это ученик Эдельмана из Воронежа. В каком смысле начальная функция? Она же от Т не зависит начальной функции. А? Начальная функция зависит от Т. Но задача Коши. Задача Коши. Ну вот слушайте внимательно. У нас есть начальная функция. При Т большим нуля идет процесс. Эволюция. Диффузия, так сказать. Описываем уравнение теплопроводности. Пусть у нас решение имеет предел. Тогда начальная функция имеет предел по шаровому. Предел по шарам воздуха. По пространству? Да, по пространственным шарам. Все понятно. По пространству? Да, конечно. Предел при Р стремящемся к бесконечности. Я это уже один раз написал. Омега Н РН. Это же написано. Объем шара радиуса Р. В амеренном импедовом пространстве. Интеграл по шару с центром точки Х радиуса Р. Какие значения находятся? Какие значения находятся? Какие значения находятся? Да, ну вот совершенно верно. Вот такой интеграл называется шаровым средним. Начальная функция. Тут Т никакого нет. Начальная функция на начальной плоскости. И Т равно 0 за 1. Если решение стабилизируется. И начальная функция ограничена. Тогда и вот это существует. Так. Потом следующий. Так. И так фамилии я назвал. Эдельман и Рибников. Причем Рибников умудрился доказать эту тюрему. Бесталберовой тюремы. Это была некоторая заслуга Рибникова. Что? Так. Наука имеет много детек. Ему надо обойти какую-то проблему. И легко. Или не очень легко что-то доказать. Вот она и доказала. Матсборник. По-моему, 1968 год. Там была приведена доказательство этой тюремы. Обратной. Бесталберовой тюремы Милера. Причем ее доказать. Такими вещами нужно всегда интересоваться. Потому, что это делается определенная трудность. Большая. Потому, что вы обходите элегантскую тюрему Милера. А, наконец, это не очень сложно. Потому, что я весьма советую разобраться об этом во всем. Так. Ну, а теперь настала очередь более общей. Итак, для выравнения теплопроводности определенная картина есть. Так. Никаких коэффициентов нет. Значит, что мы изучаем? Мы изучаем строение начальной функции. Строение начальной функции, которые гарантируют стабилизацию. Более того, они гарантируют стабилизацию. Так, что если есть стабилизация, то на начальной функции есть некоторые структурные средства. Это замечательная вещь. И все это верно только, товарищи? Господа товарищи Барри, как в этом трактире на пятницу, так сказать. Помните? Половой, так сказать. Не знаю, как вам обращаться. Господин начальник, товарищ Барри. Так, чтобы не цепиться. Меня шучу. Дорогие друзья. В общем, это такая важная теорема была доказана. Теперь встал вопрос о том, переносить на переменные коэффициенты это все дело. Следующий шаг сделали, конечно, Гущин Анатолий Константинович и Михаил Петрович. Пока никаких коэффициентов для вас. Пока простейшая модель. Мы перейдем при сложных. Вот я сейчас формулирую результат Гущина-Михаилова. 1971 года. Это был результат. Вот изучается простейшее параболическое уравнение с переменным коэффициентом p от x, стоящим перед дельта u. Вот такой. В gp у нас коэффициент строго положительный и ограниченный. И начальная функция u при t, равном 0, равно φ от x. А вот какие? Так вот. Когда p равно единице, все как-то изучено уже. и дельманом репниковым, так? Начал к жажанским. Вот что нужно потребовать от p от x, чтобы эта же теорема переносилась на такие случаи. Это доклады Академии наук 1971 год. И теорема формулируется так. Ну пусть функция p от x имеет некоторое число ограниченных производных, я не буду писать сколько. Ну потому что это сейчас излишняя информация. И кроме того, существует вот такой предел. 1 поделить на r в степени n. Интеграл по шару с центром точки x радиуса r. p от y минус c dy. И это идет к нулю равномерного n. Так вот смотрите. Шаровое среднее от модуля разности p от y минус c. Вот так вот. С некоторой константой c. Вот пусть выполнены такие вот. То есть есть константа? c это константа. То есть существует такая константа? Да, 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 конечно, да. Конечно, существует константа, для которой вот это вот равномерное предельное равенство такое. Тогда для вот той теоремы, для той задачи Кошей с произвольной ограниченной начальной функцией справедлив тот же самый критерий репниковой дыма. То есть решение стабилизируется по точечной или равномерной на компактах или равномерной во всем ра, тогда и только тогда, когда соответствующий предел по точечной и равномерной на компактах или равномерной во всем ра имеет начальная функция p. Все дело сходится к 0. Еще раз, значит, мы изучаем структурные условия данной начальной функции, которые гарантируют стабилизацию. Ну, а на коэффициент мы докладываем вот такого условия. А коэффициент c, как мы думаем, а c – это на самом деле шаровое среднее коэффициент p. Алексей. Ну да, но там гэмбул викс, да, то есть гэмбул викс. Гэмбул викс. Так, я же сказал, Алексей, вот тут равномерно варен, это значит вот этот равномерно по вот этому иксу. По всем, по всем сразу. Да, да, да. Это результат Гущина и Михайлова в 1971 год. Ну а потом, конечно же, да, вот какие можно, ну вот так сложно на это дело смотреть, хотя более-менее, ну как бы, интуитивно это понятно, но что нужно более простой предложить, чтобы это было выполнено. Ну, например, чтобы p от x минус c принадлежала lp в рн, Алексей. Вот, и это условие будет выполнено, вот это будет выполнено. Если p от x минус c, вот такая функция от пространственной переменной c принадлежит lp в рн, p больше равно 1. Вот если будет это выполнено, то это заведомо будет выполнено. И будет тогда справедливый критерий Эдельмана Репникова для вот этой задачи каши с переменным уже коэффициентом. Так, ну хорошо, я так быстро уже двигаюсь. Наконец-то я перехожу к работам Жекова Василия Васильевича. Ну, Жеков в этом отношении является темпионом. Он сильно обобщил эти все результаты и получил максимально общую теорему о равномерной стабилизации с ограниченными начальными функциями. И, кроме того, теорему о поточечной стабилизации. У нас тут все как-то было монотонно. То есть вот эта теорема Репникова и Эдельмана, она к Жижанскому, она формулилась так. Или в точках, или на компактах, или в рн. Ну, при дополнительных условиях. Вначально функция ограничена, это есть дополнительные условия. И вот это вот условие. Условие Гошина Михайлова. Вот такое. Замечательно. А вот теперь мне нужно кое-что дальше из определений моего выдающегося друга и руководителя Жекова. Ну, Фила Хельченко у меня был. Оппоненту кандидатской. А потом мы с ним тесно работали. Вот. Во-первых, введем некоторые новые понятия. Он называет их условия Гущина Михайлова. Ну, хотя Гущин и Михайлов вот это вот написали. Вот это их условие на самом деле. Теперь Жеков Василий Васильевич. И потом я уже перейду к платин коэффициентам. Чего-то более широким. Значит, вот. У нас пусть функция от n плюс 1 переменной. Икс – это мерная точка. И в кредовом пространстве т больше нуля. И функция f ограничена. Ограничена на rn плюс 1 с плюсом. Вот. Будем говорить, что функция вот эта f от xt – это числовая функция от n плюс 1 переменной. на бесконечности удовлетворяет условию Гущина Михайлова. Если существует постоянное – это условие Гущина Михайлова. Можно я буду аббревиатуру писать? Гущина Анатолий Константинович и Михайлов. Если существует постоянное f – такая, что предел. Вот тут уже начинается связь теории усреднений. Слышите? Это как раз у Жеков. Это теория усреднений. Алексей, x – это по шару единичному, так? f от омега x омега квадрат t при t всегда квадрат, потому что из теории размерности, так сказать, должно быть так. Минус f с крышкой в квадрате dx, так. И еще интегра от нуля до t, извините. Чуть не пропустил самое главное – это f . Этот предел – ноль. Мы будем говорить, что функция f от x, t от n плюс одной переменной дает условие Гущина Михайлова. Если существует вот такой предел. По x у нас идет большой параметр омега, при t идет большой параметр омега квадрат. А константа f с чертой. Как можно по-другому сформулировать условие Гущина Михайлова? Это что означает? Это означает, что функция f от омега x омега квадрат t, она сходится с крышкой при омега стремящемся к бесконечности. А x и t у нас на компакте, потому что x в единичном шаре – это от нуля до t. t никуда не стремится. t никуда не стремится. t от нуля до единицы. t никуда не стремится. t никуда не стремится. t никуда не стремится. Значит, вот это сходится в l2. Это эквивалентно в l2 q. q – это декорно, в общем, компактор rn плюс 1. t. И теперь в том случае, когда f от x не зависит от t, теперь в самом важном случае, когда f от x t не зависит от t, условие Гущина Михайлова означает, что функция отличается от константы на другую функцию φ, квадрат которой в среднем мал. Понятно? Да, вот условие Гущина Михайлова означает, что сама функция отличается от константы на функцию φ, которая в среднем в l2 мала. Вот так вот. И теперь я перехожу. После того, как я ввел подятие условия Гущина Михайлова, это ввел сам Жиков, в статье Мацборник, 1977 год, том 104, номер 4, можете записывать. Не писать мне надо на доске, я внятно читаю. Абстракт напечатан. А? Абстракт, который вы присылали, он напечатан. Да, конечно, да. Это же статья Жикова, основная его, первая, где как-то идеологическая база была выработана. Потому что он дальше эту базу развивал. А первая, у него как бы базовая такая вот статья, там все понятия идут. А дальше он их разбивает. Одно развивает, другое в разных случаях, по-разному действует. Вот первую статью, том 104, номер 4, надо обязательно изучить каждому человеку, который собирается заниматься стабилизацией. Это серьезная статья. Там функциональный анализ по-крупному работает. Вы сами видите, ну вот, хотелось, ну что сказать, давайте возьмем простой случай, когда коэффициенты А и КТ сходятся константам. Альфа и КТ, они зависимы не от X от T. Но это же очень грубо. Можно, конечно, и так изучать. И некоторые основатели теории стабилизации так и делали. Но это очень грубо, слышите? Грубо и требует многих усилий. А это все к функциональному анализу в таком хорошем условии. Итак, я теорему теперь Джекова формулирую первую. Вот я условия мужчины Михайлова сформулировал, ввел это условие с Джеком. Я бы назвал его условием Джекова, но это его молит. Ну, на самом деле, у них было вот то условие, которое я написал насчет средних. Отлонение КТ, X, A, C. Интеграмма такой. Это условия все достаточные? Да, они достаточные. Они достаточные. Совершенно верно. Ну, теорема будет формулироваться так. Пусть будут условия мужчина Михайлова, тогда необходимая достаточная условия стабилизация будет то-то, то-то. Вот так это будет формулироваться. Ну, вот теперь теорема Джекова. Вот такое уравнение рассмотрим. Опять с переменным коэффициентом С от X, частной производной ДУ по ДТ, минус ЛУ от XТ, равно нулю. Никаких младших коэффициентов, есть только коэффициент при ДУ ДТ. А ЛУ – это дивергентный параболический оператор второго порядка. Л – это вот что такое. Давайте я кратко напишу. Д по ДХ ИТ, А ИТ КТ, ДУ по ДХ КТ. Ну, понятно. Дивергентный параболический оператор второго порядка. Выполненные условия равномерной параболичности. Сверху и снизу константы. Можно я их не буду писать, а эти стандартные проценты. Значит, ну, смотрите… Что, на квадратичную форму? Да, 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 конечно. Это квадратичная форма оператора. Ну, вот теперь, что нужно потребовать? Вот эти коэффициенты A и XT. Конечно, матрица А и КТ равно АК и Т. Она – вещественно-симметрическая матрица, как и положено, удовлетворяющие условия параболичности. Или, в данном случае, параболичность – это что такое? Электричность умножить от нуля до Т. Правда же? Вот. Теперь Керема Жикова звучит так. Если коэффициент С имеет среднее значение шаровое, а коэффициенты А и КТ, вот это уравнение, удовлетворяет условия Гущина-Михайлова, сформулированного на предыдущем листе, тогда имеет место критерий стабилизации, поточечной стабилизации, поточечной стабилизации. Кого? Миндальмона летненького. Да? Жанского. Вот так вот. Ну а что это можно записать? Вот и всё. Деремма уже спопулирована. Вот что нужно? Чтобы существовал предел при омега, стремлящемся к плюс бесконечности, интеграл по единичному шару, и интеграл от нуля за единицу, интеграл А и Т КТ Т Омега квадрат минус Вета и КТ тут квадрат ДХ ДТ и тут интеграл от нуля за единицу, Т от нуля до единицы. Вот если существует такой предел при тесте мыщемся к бесконечности, это есть выполнение условий Гущина-Михайлова на элементы квадратичной комнаты. Что же это такое ещё раз? В том случае, когда времени Т нету в коэффициентах, это означает, что коэффициенты А и Кваты отличаются от постоянных коэффициентов на функции, которые в среднем была, или два. И тогда справедлив критерий стабилизации с функционалом Ребникова и Дермана. А это что такое? Сейчас я напишу. Ну, потому что это один из основных результатов. Это результат. А поточечная стабилизация, слышите? Это вот то, что пока не удаётся перенести на пилоплосяну. Там кто-то ушёл куда-то. Они с облачёвым работают в этом направлении, с жителем. Они получили критерий стабилизации для пилоплосяна равномерно. А поточечную нет, потому что у них нет аналогов условий Гуршина-Михайлова и Дмитрия Косяна. Понимаешь? Вот в этом вся густая. Это сложная условия. Так. Давайте вот сам функционал я напишу. Тогда пусть выполнено вот это условие. Начальная функция у меня ограничена. Начальная функция ограничена. Тогда так. Коэффициент c от x имеет шаровой средний. Коэффициенты а и к от x вот это условие Гуршина-Михайлова. Тогда для любой ограниченной функции решение стабилизации тогда и только тогда для этого Гритникова и Дмитрия Косяна. То есть функционал сейчас напишу. Сейчас он будет написан. Вот так будет. Вот этот функционал. Этот функционал на всех ограниченных функциях. У ноль он определён. И определяется вот так вот. Как предел. При r стремящемся к бесконечности. 1 поделить на r в n степени. n это размерность. От чего? b от x. Постоянная матрица b и катая. Она равна обратной матрице вот той b. Вот эта b. Она равна матрице b и катая, которая в условиях Гуршина-Михайлова. Но только обратной к ней. Так? И интегрирование вот ведётся по такому эллипсу. Это же эллипс, правда? Меньше равно r. От чего? От начальной функции. c от x, 0 от x, dx. И на что делится? Предел. Да. Предел у меня написан. 1 на r степени n. Интеграл c от x dx, b от x dx. Так. Вот всё. Это вершина. Это вот я сейчас вам... Я некоторая вершина обозначаю, чтобы было как-то ориентироваться в маяке. Это главный центральный результат по стабилизации задачи Кашель с ограниченными начальными функциями, с производными коэффициентами. А Екатия, по древнейшему основе Гусиным Михайловым. Вот он сейчас победил. Путшего? Нет. Этот результат получил Василий Васильевич ещё в 1977 году. Масборник, номер 104, номер 4. Теперь давайте так. Ну всё. В этом случае я вам вершину сформулирую. Терема Жекова 1. А терема Жекова 2, она формулируется совсем легко. А что же будет критерием равномерной стабилизации? Это поточечная. Слышите? Это стабилизация в каждой точке, Алексей. В каждой. В каждой. Или равномерно на каждом компакте. Это одно и другое. А равномерная стабилизация, она формулируется гораздо проще. Но сами условия гораздо сложнее. Не то сложнее, они проще формулируются, проще доказываются. Давайте я сразу сформулирую и всё. И перейдём к вашим коэффициентам. Потому что там тоже большая древняя история. Значит, для того, чтобы решение задачи Каши, Каши, которая сейчас была написана, с коэффициентами а и квадрежащих на 3. Стабилизировалась равномерно во всём РН. Необходимо и достаточно, чтобы начальная функция имела среднее значение по вот этим поверхностям уровня, определяемая матрицей Б. Кто такой матриц? Кто такой? Они не правильно говорят. Я уже сам начал запрятываться. Просто формулирую. Решение стабилизируется равномерно тогда и только тогда, когда начальная функция имеет равномерное предельное среднее. Всё. А можно вопрос по предыдущему? Да. Вот смотрите, пока вы рассказали про то, что, первое, для уравнения теплопроводности решение стабилизируется. Да. Второе, для уравнений близких к уравнению теплопроводности решение стабилизируется, если эта близость такая, достаточно близкая и хорошая. Ну, вот это, прощество Михайлово, это есть какой-то, как бы в метрике L2, а они... Вот если мы возьмём вот это вот уравнение, проиметрируем его коэффициентами, вот в пространстве коэффициентов, какова структура этого множества, тех уравнений, для которых стабилизируется? Будет ли оно открытым? Будет ли оно связанным? Будет ли оно иметь там какую-нибудь меру, если там по мере Виннера его усредить или по чем-нибудь ещё? Я вот в таком виде ответа пока не знаю. Я вот знаю ответ вот так же. Это пока какие-то вот типа вот LB-возмущение, там что-то такое. Да, LB-возмущение. LB-возмущение. А хотелось бы вот LB-возмущение. Да, 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 да. Ну, естественно. Вы упакуете правильно мыслить. Это не такие простые вещи. Я не говорю, что простые. Но было бы естественно. Описать полностью, описать это на множество обладающих свойств. Ну, я вам сказал, это вершина. За вершиной. Ну, потом Джеков, если угодно, он ещё несколько статьей на эту тему описал. Но там у него будут другие подробности. В нём были почти периодические коэффициенты. Вот как влияет матрица почти периодических коэффициентов на то, чтобы решение соответствующей задачи в Каши стабилизировалось. Грубо говоря, почти так же. То есть, критерий Репникова и Гальмана работает. Ну, там нужно кое-что там ещё подправить. Ещё что-то сделал. Так вот, для общего развития. Он ещё доказал теоремы о близости. Вот, как раз именно то, что вы сейчас говорите. Частично. Значит, что он… Ну, вот если мы имеем критерии не одного уравнения, ну, вот так вот, если мы имеем критерии, то должен быть такой же критерий для всех близких уравнений. И вот он изучал теоремы о равной стабилизации. Вот, решение U от XT и решение V от XT. Два параболических уравнения. Что нужно потребовать от коэффициентов того и другого уравнения, для того, чтобы при Т, стремящемся к бесконечности, решения неограниченно сближались. Поточечно. На компактах или на метрофюду. Вот в этом смысле Жиков получил какие-то ответы на эту тему. Вот это есть. Это, кстати, опубликовано Жиковым в 1983 году в «Курдах ММО». Математический курс. Довольно большая, толстая статья. Он уже успел у меня к этому моменту побывать оппонентом. Мы её обсуждали, даже когда он ещё её писал. Хорошая статья. Но там, как бы, разной подробностью изучили. А структура ответов и структура целей пока та же самая. Целеполагания такого, как у вас, пока не было ещё. Ну, вы молодец. Действуйте. Ура. Вперёд. Нет, ну всё. Хорошо вам сказали. Я в восторге. Ну, на самом деле, вот работа Жикова – это 1983 год. Потом он со Светланой Евгеньевной Мастуховой что-то там обобщал. Но всё равно это обобщение в том же ключе. Ну, вот так. А теперь ещё одну вещь, о которой я обязательно должен сказать. Потому что я и с тем, и с другим человеком знаком. Ну, к сожалению, Жиков нас покинул. Этот бредный мир, к сожалению, большому. Ну, была и жива ещё Сусанна Львовна Каменноморская. Она пишется, за рубеж, когда она уехала, она отказала. Она пишет Каменноморская. И Камин. Наверное, для Иванова Яна в Израиле. Она пишет Каменноморская, укороченная. Камин. Сусанна Львовна, ученица Ольги Арсеньевны Олейли. Так? И она получила эти две теоремы Жикова на год и врач. Совершенно иным методом, Алексей. Очень интересная статья. Она простая и с ней легко разобраться. Можете аспиратор дать, и я готов быть консультантом. Просидин уже роялся сайты в Эденбург, 1976 год. Кстати, Жикова 1977 год. А с данных? А? А с данных печать? Да я насчёт... Слушайте, ну вряд ли. Тут никаких плагиатов даже близко нет, потому что они... У Жикова, кроме равномерных, поточечных, есть ещё угловые пределы. А у Каменноморской, у Каменноморской, у Сусанны Львовны только вот такие две теоремы. Ну, доказали Сусанны Львовны? Ну, доказали Сусанны Львовны? И деньги? Ну, никакой разбираются. Я могу написать. Вот хотите, я напишу подробную ссылку на статью Каменноморской. А, в тезисе есть? В тезисе? Нет, но в моей статье есть успех. Ну да, но она там есть. Да. Полосидина уже, Royal Society of Edinburgh. 1976. Volume 76. Страница 4353. Всё очень прекрасно. Причём она даёт идеальное обобщение на тот случай, когда нелинейный, вот мы, противнелинейный. У неё там козеродие, когда коэффициенты А и Т и КТ зависят от X, от T и от U от XT. Ограниченный обобщение. Третья координата вот эта вот, уже это вещественная функция, вещественная. Вот она третья координата. То есть там коэффициентная, главное все бывает. Ну, она это единостарно обобщает. Так, ещё. Очень важные вещи в единстве. Я вам говорю о обзорных статьях, потому что в них заложена идеология. Вот первая идеология, идеологическая статья была, это Зеленяк Михайлов. Это дифференциальное уравнение и приложение. Это конференция, которая была в Новосибирске в 1970 году. И она была посвящена 60-летию Соболеву Сергею Ильичу. И там много обзорных статей, кстати, великолепнейших обзорных статей. Раду потому, что как-нибудь Соболев это солнце, после математики, такое уравнение в частных производстве, ну все же согласились с поддающейся учёным. И очень многие, видимо, почитая его таланты, подали туда очень хорошие обзорные статьи. Крестевченко, кстати, с Ильяным написали обзорные статьи. Они не знали. А не Орленов, а мой Орленов. Они по спектральной теории вместе с Александрианом. Крестевченко, Александриан и Орленов. Они обзорные статьи по спектральной теории. Вишек там обзорную статью по своему Ленилину. Квазилинина, Муравлинина. Алексей Алексеевич Бейзин вместе с Машленниковым, Вера Николаевна. Вращающиеся жидкости стратифицированы. Там просто кладезь чего-то такого хорошего, сложного. То, что не может быть сделано на Тадая и сразу. Можно сидеть долго дома и заниматься. Вот такой сборник. И статья Зеленяк Тадай Иванович. Это новосибирский ученый такой. К сожалению, кому сейчас уже умерен. Вообще, я боюсь, конечно, скажу. Но нет. Зеленяк и Михайлов. Михайлов. Михайлов умер тот же год, когда Илья. Через месяц. Или в июле? Да. Михайлов. Михайлов. В августе. Четырнадцатого года. Их обзорные статьи остались. Так что их завещание как бы есть. И работать надо. Вот так вот. Запомнили, да? Это такой серый, большой такой, тонкий. Ну, формат А4 такой. И вот там колоссальное число обзорных статьей. С самыми хорошими ссылками. И я свою карьеру начал с того, что изучил статью Зеленяука Михайлов. В первую очередь. Потом еще какая статья обзорная есть. Динамика сплошной среды. Это у Овсяникова такой Жанна оба. Знаете, как он? Математика. Гидродинамика. В новосибирске работал. Выдающийся совершенно. Ну, что ли. Он в конце. Он потом академиком был избран. И вообще, так сказать, чрезвычайно. Водовитый товарищ, так сказать. Вот он издавал. И сейчас после его ухода издаёт журнал «Динамика сплошной среды» в Новосибирске. И вот Михайлов, Гущин, Михайлов и Муравей. Вот здесь на этой конференции принимает участи профессор Муравей Леонид Андреевич. Водим на его докладе. Это выдающиеся учёные. Они тогда написали «Динамика сплошной среды» отдельную статью, посвящённую стабилизации. Ну, не только параболическому уравнению, но также уравнению гиперболическому. Ну, там, конечно, не стабилизация, там какие-то такие колебания. И понятное время, понятное дело, что там получить равномерные оценки, потому что невозможно. Ну, как же, вся система колебательная, она вообще может в разнос пойти из резонанса. Поэтому там уже средние изучаются. Не сами решения, а средние от решения. По времени. Вот так вот. Вот это они делают. Правильно, да? Вот я вам уже несколько обзорных статей назвал. Значит, «Зеленяк Михайлов». Ещё «Динамика сплошной среды» 1975 год. «Динамика сплошной среды». «Динамика сплошной среды». Весьма хорошая, понятная, с примерами, обзорная статья. «Смидрик» почитай. Там и нелинейные уравнения есть вообще. Простейшая. А зачем страшнейшая? Что пишут? У меня есть две обзорные статьи. Одна из них написана в соавторстве с моим другом и товарищем Ревниковым. Валентином Дмитриевичем. Это в 1984 году. Том двадцатый. Номер один. Специальное уравнение. Страница 20, 41. Обзорная статья. Два автора. Денисов и Ревников. Валентин Дмитриевич. Мы там привели вот эту всю предысторию. Которую я вам сейчас пытался внушить как-то. Потом я написал ещё одно. Прошло два десятилетия. И я ещё одну теорию разбил. Уже когда влияет младший член. Когда не чистое уравнение кислопроводности. Или уравнение диффузии без коэффициентов. А ещё коэффициенты как-то. Коэффициент при урасте. Это главный коэффициент. Диссипативный. Он если цель не всё равно нуля. Такие параболические уравнения называются уравнениями с диссипацией. Ну то есть. Тепло растекается. Как-то. Равномерно растекается. В основном колоколообразное растекается. Ну как в нормальном законе распределения. Ну такой вот. Колокол такой. Максимум. Здесь. Целковывающий. Ну так вот. Ну вот да. А что ещё? Это диссипация. Но ещё кроме этого коэффициенты при градиенте они тоже. Безусловно. Может оказаться так. Что коэффициенты при градиенте могут испортить диссипацию. А могут поддержать. Ну конечно ещё старшие коэффициенты есть. То что делали Жыков. Идерман. Репников. Кануноморская. И все предшественники. У них главные члены. Айкады. Квадратичные формы. Были равномерно параболические. Константные органические. Сверху силы. А я теперь научился изучать. В том случае когда. Старшие коэффициенты растут. Растут как r квадрат. r это юклидовое расстояние. А младшие коэффициенты. При градиенте. Они должны расти. Растут не быстрее как квадрата. Не быстрее. Он как модуль. Как r. А свободный член. Как констант. Отрицательный. Вот такие вот вещи я сейчас изучаю. Кроме того. С Юрой Алхутовым. Мы изучали влияние области. Может ли область заставить решение стабилизироваться. Можем. Если дополнение этой области имеет. Бесконечный. Глатформатный холодильник. Если есть он. Всю энергию заберет на себя. Всю энергию туда койдет. Она не сижу. Если область не ограничена. И дополнение ее не ограничено. Да. Область такова. Что ее дополнение имеет бесконечную меру. Полоса полоса. Две полосы есть. Да да да. Конечно. Это все проходит. А если область. Ну. Внешняя область. Смотрите. Там дополнение будет. Ограниченное область. Тут мы не знаем. Как может быть. Так может не быть. Стабилизация. Это зависит уже от структуры. А какое определение емкости. Вот в таком случае. Что это такое вам емкость. Что интересно. Емкость. Сейчас я вам скажу. Это интеграл в какой-то функции. Да. Интеграл в некоторой функции. Ну. Интеграл. Слушайте. Это как интеграл Дерихлей. Интеграл 1 по квадрату. Вот такой. И точная верхняя грань по всем мире. Еще помню. Берется интеграл по мере Дмю. Интеграл по всем таким мю. Для которых этот интеграл. Ничего равен Дериха. Вот эта величина называется. Видоровская емкость. Интеграл по всем таким мю. То есть это интеграл в пространстве мир. Да. То есть выводите мир. В пространстве мир. И по ней интегрируете еще. Да. Ничего страшного. Это все. У физиков это все давно. Обыденность. Это вот. Да. Если мы с вами не физики. То это кажется. Ну, значит что. Физики этим думают. Они интегралами Дерихлей. У них это про голове. Просто сидят. И пространство. Все и пространство. Даже не надо им ничего объяснить. Так. Ну, можно и по-другому определить. Пожалуйста. Где мир таких вот. Да не, не, не. С мирами как раз очень интересно. Да, да, да. Ну хорошо. Но вы же мне задали вопрос. У нас же тут школу. Вот. Вот винеровская мера. Винеровская. Есть не только винеровская. Вот. Супремум. Мера Винера на С-01, да? Да. Вот это супремум по всем. Вот нужно брать по всем таким мерам. Мю. Для которых этот интеграл. Меньше равен единице. Он называется винерской мерой. Но это не интеграл. Но это с емкостью. Да, это емкость. Емкость. Емкость винера. Это Мю и Е. Мю это мера на конечном мерном пространстве. Да. То есть это не на пространстве. Да. Я конечно это вам все рассказываю. Для случая n больше равна 3. Потому что при n равном 2 там потенциал уже знаете какой-то. Магарих Майя. Правильно? То есть по-другому не пишет. Не, а первая единица, да? Да. Ну, правильно все написал. Давайте теперь... У меня есть какое-то время? Очень мало. Пять минут. Пять минут? Ну, чуть-чуть. Ну, хорошо, хорошо. Я могу... Давайте вот о чем поговорим. О простых достаточно вещах. Чего? Алексей. Никак не дохожу я до этих нелинейностей. Я вам отдельно когда-нибудь напишу большой доклад на эту тему. Ну, раз мне сказали, что у нас есть исторический обзор, я его сделал. Ну, давайте так вот. Теперь c от x от x минус c от x плюс c от x плюс u от t равно 0. Причем c от x получается вот такой оценки. Минус альфа квадрат поделить на модуль x квадрат. При модуль x больше равно единице. И минус альфа квадрат к на модуль x меньше единице. Вот как зависит стабилизация от проведения такого коэффициента. В чем тут дело? Смотрите, если бы просто тут альфа квадрат стояла без убывающего этого коэффициента модуль x квадрат, тогда стабилизация к нулю идет, равномерная причем во всем арену. И с экспоненциальной скоростью. Это результат... Вот если я закрою вот это все дело. Поставлю константу. Минус альфа квадрат умножить на ум. Да не уходи, посидите еще чуть-чуть. У меня уже не садится. Так, вот если это чистая альфа квадрат, то стабилизация идет к нулю с экспоненциальной скоростью. Это старый хороший результат Арлена Михайловича Ильинова. Который в успехах многого, о которых я вам сказал. Том 17, номер 2. В последнем 12-м параграфе это одна из теорем, которая легко из принципа максимума доказывает. Если у меня берется какой-то барьерчик, такой элементарный пацет, теорема доказана на одной странице. А что будет, если коэффициент при арха квадрат гаснет? Гаснет вот с такой скоростью. Модуль х квадрат. И я в этом случае получил такие теоремы. Вот я ее расформулирую и всю больше не буду. Вот теперь, да, я все-таки должен оправдать свою деятельность как-то еще более широкими классами начальных функций или более широкими классами управления. Вот степенные начальные функции. Видите, начальная функция, она растет как степень m. Это классильник. Я вам говорил несколько вопросов. А m? m больше не будет. Не обязательно целое. Любое вещественное число фиксированное. Так вот результат формулируется так, что если альфа квадрат больше чем m умножить на m минус 2 плюс n. n это что такое? Размерность. Вот если коэффициент удовлетворяет вот такому условию, t альфа вот такое, больше чем m умножить на m минус 2 плюс n. Тогда решение вот это, вот это, задача каши вот с такой начальной функцией степенной. Оно стабилизируется на компактах. На компактах. Равномерно на любом рынке. Вот такой результат. Причем этот результат точный. Во-первых, нет никаких надежд получить равномерную во всем rn стабилизацию, когда коэффициент растет. Когда начальная функция у меня конечно. Это я вам сейчас элементарно могу обмышновать. Вот если я возьму, ну ладно, поверьте мне, что это. Два счета буду доказать, что начальная функция есть у ду x квадрат, а уравнение у меня u по t минус u минус du dt равно 0. Ну, тогда решением будет x квадрат в плюс t и все умножится на n в т и минус t. Никакой равномерности, ни в одной точке не стабилизируется. Хотя, все как бы хорошо. Понимаете? Но равномерная стабилизация даже близко не может быть. Не может быть, там вот этот коэффициент x квадрат разрушает все личные равномерности. Можно говорить только о компактах. А стабилизация на каждой точке или на каждом компактах. Все. Поэтому и ответ у меня получилось и такой. Вот пусть решение вот так вот. Внутри этого такого вот условия. Например, бесконечности. Смотрите, как я знаю. Значит, c от x минус равно минус альфа квадрат, понимаете, на модуль x квадрат. Когда модуль x больше единицы, то есть вне единичного шара. А внутри единичного шара это ограниченное, просто минус альфа квадрат. Ну или ноль какой-то. Ну, минус альфа квадрат, чтобы вот эта функция была геольдеровой, там не надо. Так? А начальная функция вот такая, растущая. Когда при таких альфа есть стабилизация на любом компакте. Причем это неравенство точное, которое не может быть заменено на меньше равного. Вот так. И порядок тоже точный. Еще что точное. В этой теореме точным является вот этот показатель. Двоечка. Точный. Двоечка. Вместо двоечки нельзя написать двоечка плюс дельта. Вот примеры есть. Это мои старые результаты. Я еще только что писал. Вот так вот. Теперь это я все перенес на самую общую объединение. Да. Это раз. И следующее. Я для такого рода коэффициентов установил скорость стабилизации. Не просто стремиться к нулю. А стремиться к нулю со степельной скоростью. И эту степень я могу вычислить. По каким показателям? По показателям. По показателям. По аль. И по аль. То есть все вычисляется. Все делается. Ну это только одна такая как бы. Одна из моих работ. Конечно же я изучил влияние коэффициентов при градиенте решения. Говорят, что градиенты могут как мешать, так и помогать. Это тоже все изучено. Вот для этого случая я вам показал, чему я достался. Ну конечно экспедиционная класса тут уже идет. Все нормально. Теперь вот. Возвенение начнем. Постепенно. Штурм. Штурм идет непрерывно. Что делать? Такая жизнь. Стоять нельзя. Это все. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...